Здравствуйте! Сегодня 2 января, понедельник. Вы смотрите итоговые новости агентства Хабар. В студии работают Ерлана Гесенов и Вера Негрей. Как обычно, начнем с краткого анонса главных тем. Открылось единое экономическое пространство, свобода передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы для трех стран. Айти-юрта в одной из уст Каменогорских библиотек появился необычный обучающий центр. 111 день рождения 1 января отметила в окружении детей, внуков и правнуков долгожительница из Кокшетау. С 1 января начало работать единое экономическое пространство на базе таможенного союза Казахстана, России и Беларуси. ЕП гарантирует всем трем странам свободу движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы, а также равные условия для работы. Об открывающихся перспективах расскажет Наталья Илюхина. Сейчас государство единого экономического пространства ратифицировали 17 основных международных договоров. Основные документы президенты Казахстана, России и Беларуси подписали в Кремле в декабре прошлого года. С 1 января они обеспечат полноценную работу нового образования. Достигнуты соглашения о макроэкономической политике, о единых принципах и правилах конкуренции, о предоставлении промышленных субсидий, сняты барьеры по поставкам нефти и электроэнергии. Выработана единая тарифная политика в сфере транспортировки газа. Кроме того, в ноябре Казахстан, Россия и Беларусь подписали еще ряд соглашений, которые касаются беспрепятственной трудовой деятельности граждан стран-участник Таможенного союза. Если раньше на территории нашего государства действовали квоты на привлечение иностранной рабочей силы, то больше для российских и белорусских специалистов подобные разрешения не потребуются. Равно как и для казахстанцев, желающих выехать на заработки в страны единого экономического пространства. Трудовые мигранты, которые работают по квоте, они вынуждены свои семьи оставлять дома, потому что, ну, тоже несколько проблематично оформлять разрешение на их пробивание и так далее. Для граждан Таможенного союза эта проблема также будет снята, то есть они могут приезжать сюда со своими семьями, с супругами, с детьми. Кстати, в этом соглашении о трудовом статусе трудящихся мигрантов и членов их семей, там также предусмотрены гарантии для трудоустройства супругов, для определения детей в детские сады, в школы. То есть будет все осуществляться в том же порядке, как и для наших граждан. Сформировать единое экономическое пространство наши страны планировали 8 лет. Теперь проект заработал. Это значит, экономическая политика трех стран станет более согласованной. Унифицируется законодательство, а рядовые предприниматели смогут работать в каждом из государств на абсолютно равных условиях. Во-первых, выезд, таможенные проблем нет. Потом все же в отношении экономики это, конечно, в первую очередь хорошо. И потом для людей тоже нормально. Рынок большой открывается у нас перед нами. Ну, для этого надо, ну, наша страна, наши люди, народ должен быть готовым для этой конкуренции, состязательности. А если не будет этого рынка, большого рынка, не будет этого конкуренции, у нас развития не будет. Экономический, экономическом плане, научном плане. Экономика страны должна подниматься. Если больше будет рынок, значит, больше экономика будет у нас выше подниматься. Я думаю, так. За время работы таможенного союза выросли объемы торговли между странами. Налажена защита казахстанских, российских и белорусских товаров от недобросовестной конкуренции. На очереди следующий шаг. Расширение интеграции трех стран за счет ЕЭП и работа над созданием единого экономического союза, куда могут войти еще несколько государств. Проект планируется реализовать к 2015 году. Наталья Илюхина, Каната Бильдин, Агентство Хабар. Казахстан завершает реализацию госпрограммы «Путь в Европу» и приступает к разработке нового соглашения о расширенном партнерстве с Евросоюзом. Можно констатировать, наша страна достигла успеха в двустороннем сотрудничестве и в следующем году отметит 20-летие установления дипломатических отношений со многими государствами. Наш европейский корреспондент Майра Кабиева о некоторых итогах такого сотрудничества. Доверие, открытость, взаимопонимание. Так можно говорить сегодня о казахстанско-германском сотрудничестве. К политическому, экономическому и культурно-гуманитарному взаимодействию присоединяется не менее важное направление по формуле «сырье» в обмен на инвестиции и технологии. Подписание и реализация двустороннего межправительственного соглашения о партнерстве в сырьевом, промышленном и технологическом сферах будет способствовать процессу индустриализации нашей страны, ее выходу на передовые позиции в рейтингах мировой экономики. Общественно-политическими и деловыми кругами ФРГ наша страна рассматривается, в первую очередь, как гарант стабильности Центральной Азии, а также как важный игрок глобальной сырьевой и энергетической политики. Важным сведущим звеном в отношениях между двумя странами остаются граждане немецкой национальности, а также проживающие в Германии бывшие казахстанцы. Чешские политологи и экономисты считают, что Казахстан, как страна экономически развитая, сегодня уже состоялась. Наши государства они называют стабильным, ответственным и надежным международным партнером. Чешская республика объявила Казахстан в числе 12 приоритетных торговых партнеров. Сегодня Чешская республика убедилась в том, что акцентировать свое внимание только на европейском направлении, это чревато вот этими финансовыми и экономическими кризисами, которые они постигли. Хотя, как член Евросоюза, они не вошли в еврозону и остались в консервативной такой финансовой политике. Это их спасло от большого, скажем, кризиса. Поэтому сегодня и мы совместно с чешскими своими коллегами работаем в направлении развития регионального сотрудничества. То есть на сегодняшний день у нас подписано соглашение между Мараско-Слийским краем и Карагандинской областью. Это индустриально-промышленная область Чешской республики. В Казахстане проживает 50-тысячная польская диаспора. Официальная Варшава придает особое значение сотрудничеству с нашей страной. Все международные инициативы Казахстана полностью поддерживались в Польше. Так было и во время нашего председательства при ОБСЕ и саммита в Астане. 20 лет назад, когда мы начали свой путь независимости, Польша сама находилась на этапе трансформации. И тем не менее была лидером в регионе среди других восточных стран. Поэтому тот опыт, который Польша уже был наработан, а она начала эти преобразования на 10 лет раньше, чем Казахстан, был для нас очень ценен. Я думаю, что вы помните и многие помнят, что польский экономист Бальцирович был одним из авторов экономических реформ в Казахстане. Он консультировал наше правительство в течение ряда лет по вопросам экономических преобразований. Сотрудничество между Казахстаном и Швейцарией развивается на прочной договорно-правовой базе. Успешно работает межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Особое значение придается межпарламентским связям. Федеральный советник Мишлин Кальмиры как-то на встрече сравнила, что Казахстан и Швейцария имеют много общего. Подводя эти факты, она сказала, что мы страны, которые не имеют доступа к морю. Мы многоконфессиональные, мы многоэтнические общества. У нас на наших территориях никогда не было войн. И вот такие факторы, очевидно, обеспечивают то, что наши страны имеют миролюбивую внешнюю политику. Естественно, в Швейцарии хорошо знают главу нашего государства, лидера нации. Здесь, в этой стране, он воспринимается как политик с мировым именем, который сумел за 20 лет построить такое успешное, быстро развивающееся государство. Майра Кабиева, Балаш Дельбо, Европейское бюро, агентство Хабар. Президент Южной Кореи Ли Мюнбак призвал новые власти КНДР возродить дипломатические отношения двух стран и заявил со своей стороны о готовности к переговорам. Об этом сообщает Associated Press. Если нас будут провоцировать, наш ответ будет жестким. Однако наша главная цель – достижение мира и стабильности на корейском полуострове. Мы оставляем окно для таких возможностей открытым, заявил лидер Южной Кореи. Напомню, отношения между двумя Кореями обострились в 2008 году с приходом к власти в Сеуле Ли Мюнбака. Причиной разногласий стало нежелание Пхеньяна делать уступки в реализации своей ядерной программы. На полуострове возобновились вооруженные инциденты, вину за которые Сеул возложил на Пхеньян. Тем временем, 31 декабря власти КНДР подтвердили, что, как и при Ким Чен Ире, страна не намерена вступать в контакт с нынешними властями Южной Кореи и продолжит укреплять оборону. Новые переговоры на Ближнем Востоке. Израильские и палестинские представители согласились провести первую более чем за год встречу, чтобы попытаться возобновить мирный процесс. Встреча пройдет сегодня в Йордании в рамках, как заявили представители Аммана, серьезных усилий по возобновлению прямых мирных переговоров. На этой встрече будут также присутствовать дипломаты международного квартета по Ближнему Востоку, в который входит ООН, Евросоюз, США и Россия. Переговоры между сторонами были прекращены в сентябре 2010 года, когда израильтяне после некоторого перерыва продолжили строить жилые дома для израильских граждан на западном берегу реки Иордан. Два зонда американского космического агентства для изучения гравитации Луны, Грейл-А и Грейл-Бим, вышли на орбиту земного спутника. Об этом сообщают представители НАСА. На дорогу до Луны по сложной траектории им потребовалось 3,5 месяца. Задача этих аппаратов — изучение гравитации спутника Земли и составление подробнейшей карты, которая даст ученым информацию о внутренней структуре Луны вплоть до ядра. В ближайшие два месяца аппараты будут постепенно стягивать свои орбиты, приближая их к круговой. Начиная с марта, аппараты будут в течение 82 дней вращаться вокруг Луны на высоте 55 километров над ее поверхностью. Они будут синхронно передавать на Землю телеметрические данные. Карта гравитационного поля Луны поможет специалистам выяснить происхождение земного спутника и детали этого процесса. Все чаще предприниматели Южного Казахстана участвуют в социальной жизни своего региона. Кроме создания рабочих мест и выпуска продукции, бизнесмены занимаются благотворительностью. В числе крупнейших спонсоров на юге — строительная корпорация «Береке-А», которую возглавляет Рашколь Успаналиева. Прямая задача корпорации «Береке-А» — строительство дорог и мостов. На счету предприятия сотни километров областных и республиканских трасс, десятки мостов. С самого основания компании постоянной статьей ее расходов стала благотворительность. И одно из направлений — поддержка многодетных семей. В Шемкенском микрорайоне Достык шесть таких семей получили в подарок кирпичные дома. Сейчас еще 50 домов строятся в микрорайоне Жолдыс. Нагима Жумабаева, мать шестерых малышей, до сих пор не верит в свою удачу. Одно очень трудно поднимать шестерых детей, но судьба свела меня с Рашкуль, директором строительной фирмы. С тех пор она нам помогает во всем. В корпорации «Береке-А» трудится около 500 человек. Сейчас строители занимаются прокладкой одного из участков стратегической магистрали «Западная Европа-Западный Китай». Но нашли время и ресурсы для того, чтобы заасфальтировать в жилом массиве разбитую дорогу, по которой не то что проехать, пройти было затруднительно. И таких дорог, отремонтированных за счет фирмы, в области километры. Глава компании Рашкуль из Паналеева считает, что как одно посеянное зерно дает целый колос, так же и добро имеет свойство множиться. Если я кому-то добро делаю, завтра у них, например, благосостояние улучшится, они тоже кому-то со своей очереди добро делают. Сеять что-то, какое-нибудь зернышко, чтобы сеять у людей. Понимаете, в сердце. У нас, наверное, родители так научили. Рашкуль Жалеловна понимает, что помочь всем невозможно, как бы не хотелось. Поэтому старается поддержать тех, кто не просто нуждается, а стремится изменить свою жизнь к лучшему. Уже несколько лет она дружит с воспитанниками пансионата «Камар». Мы создаем условия питания, житьем. И также создаем условия, чтобы домашние здания хорошо выполняли. Констант нанимаем для них специально по физике, по химии. Даже родители говорят, что здесь лучше созданы условия для учебы, чем даже дома. Корпорация постоянно поддерживает детей больных лейкемией, воспитанников детских домов, инвалидов и ветеранов. А в пяти шимкенских дворах компания построила детские площадки. Татьяна Напольская, Нурмахан Мусатов, Хабар, Южно-Казахстанская область. Обычная юрта снаружи и новейшие компьютерные технологии внутри. Новый обучающий центр появился в одной из усть-каменогорских библиотек. Такое сочетание старого и нового сразу привлекло внимание жителей города. Дмитрий Крюкович тоже не смог пройти мимо. Идею предложили местные библиотекари. Ее сразу же поддержал один из зарубежных фондов. Ноутбуки, копировальная техника, камеры, чего здесь только не увидишь. Первыми слушателями курсов стали репатрианты, причем пока только одни девушки. Компьютер многие видят впервые, но в привычном жилище, как говорится, и стены помогают. Хотели, чтобы наша группа могла осваивать технологии с тем, чтобы использовать эти навыки для решения своих повседневных проблем. Это получить хорошую работу, повысить свою квалификацию, научиться еще чему-то, развивать свои профессиональные навыки. Обучение начинается с самых азов. Затем в Ворте к селе более сложные программы. Небольшие трудности с клавиатурой. Для многих кириллица незнакомо предпочитают латиницу или арабскую вязь. Но и эта проблема, говорят преподаватели, при желании разрешима. Каждый день узнаешь что-то новое. Я по образованию хореограф и приехала из Китая. Сама неплохо вижу и шью. Хотела бы разместить в интернете свои работы. Найти единомышленниц, общаться с ними, обмениваться опытом. А я по образованию бухгалтер, и мне без компьютера никуда. Все очень нравится. Здорово, что не в обычном классе курсы сделали, а в юрте. Сразу вспоминается детство, бабушки, дедушки, и учеба как-то легче дается. Сейчас в Европе в моду входят видеорезюме. Каждая слушательница курсов в Усть-Каменогорске в конце обучения также может его сделать самостоятельно и отправить работодателю. Если руководитель попадется креативный, то он наверняка оценит такой пиар-ход. В свободное от курсов время войти в юрту может зайти любой читатель библиотеки и воспользоваться техникой. Сочетание седой старины и высоких технологий уже приносит неплохие результаты. Сидеть за компьютером в юрте на самом деле очень удобно. Здесь теплая, почти домашняя атмосфера. Приветствуется свободное общение и вопросы преподавателю. Ну а если устал, можно просто оглядеться вокруг и еще раз убедиться, что устройство настоящей классической юрты не менее сложно, чем устройство того же компьютера. Дмитрий Куркович, Дмитрий Пыхтин, Хабар, Изуч-Каменогорска. Партия патриотов Казахстана в новом году с новыми силами продолжает агитационную работу. Сегодня они встретились со своими избирателями в Алматы в новом метрополитене. Рассказывает Гульнару Морбекова. Если звучит песня «Птица счастья», то казахстанцы уже знают. Эта партия патриотов Казахстана проводит свою предвыборную агитацию. А сегодня слова «Выбери меня, выбери меня, птица счастья» завтрашнего дня слышались в Алматинском метрополитене. Патриоты агитировали голосовать за них пассажиров метро. Кстати, сегодня их было много. Большинство семей с детьми хотели просто проехаться из конца в конец и познакомиться с работой долгожданного транспорта. Поэтому в репертуаре патриотов появилась еще одна песня. Партийцы раздавали листовки с предвыборной платформой и поздравляли всех с Новым Годом. Я решила голосовать за партию патриотов Казахстана. Там много членов, молодежь, которые стремятся, которые хотят быть патриотами своей родины. И я голосую за них со своей семьей. Напомню, что в рядах партии патриотов 150 тысяч человек. Ее лидер – сенатор Гани Касымов. Мы продолжаем нашу предвыборную агитацию в городе Алматы. В дальнейшем сейчас поедем по всему Казахстану. Мы хотим пожелать всем новых перемен, новых побед. Завтра предвыборная кампания партии патриотов продолжится. Агитационно-пропагандистская группа обещает устроить в городе субботник. Бульнара Умарбекова, Айдар Абдешев, Хабар, Алматы. Акжол не останавливал агитацию даже в новогоднюю ночь. В 2012-й партийцы ворвались на бегу. Акция проходила во всех областных центрах и крупных городах. В Астане за 15 минут до наступления нового года партийцы стартовали от дворца Жастары, пробежали по столичным улицам с призывами вести здоровый образ жизни и голосовать за Акжол. Новый год активисты встретили вместе со многими жителями столицы у здания городского Акимата, слушая с большого уличного экрана поздравления президента страны. Прошлый год, по признанию абжоловцев, был неплохим, но новый связан с особенно большими надеждами, и они ждут от него исполнения всех желаний. Девиз этой акции В первый день нового года долгожительница из Кокшета у казна Исмаилова отметила свой 111-й день рождения. С такой впечатляющей датой ее поздравили дети, внуки, правнуки и представители Акимата, и, конечно же, вручили подарки. Казина Апай живет в поселке Красный Яр близ Кокшетау. Только недавно благодаря архиву стало известно, что родилась она в 1901 году в ауле Койтас Акмолинской области. В годы репрессии отца признали кулаком. Семье пришлось переехать в Омскую область. Лишь в 70-е годы они вернулись в родные места. Поздравляю с Новым Годом! Пусть он принесет здоровье, радость всем и нашему президенту. Пусть будет мир на нашей земле. В годы Великой Отечественной войны казина Апай потеряла мужа. С фронта он не вернулся. Когда уходил их единственному сыну Каир Гильды, был годик. Замуж она больше так и не вышла. Одна вырастила сына. Сейчас у нее шесть внуков и одиннадцать правнуков. Я пришла невесткой в эту семью в 1964 году. Тогда мне отец наказал, чтобы я заботилась о свекрови. До сих пор я не забыла его слова. И вот уже 47 лет нахожусь рядом с ней и называю ее мамой. Интересно, что свой первый паспорт долгожительница получила год назад. 109 лет она прожила без удостоверяющего личность документа. У нее не было даже свидетельства о рождении. Как такое могло произойти? Другая история. Документ ей оформили. И за ним в управление юстицией бабушка пришла сама. Дома казино Апай не пропускает ни одного намаза. Шьет. А иногда, играя до добре, что-то тихо напевает. Гульнару Марвеку, Мироет, Палмаханова, Евгений Шинкаренко. Хабар, Кокштау. В наступившем году Алматинскому зоопарку исполняется 75 лет. Недавно из разных уголков мира в него привезли новоселов. Амурский тигр и носорог, гепарды и рыси, черные лебеди целых 17 особей. В новогодние каникулы те из них, кого сняли с карантина, готовы познакомиться с посетителями. Сейчас здесь живет более 5000 обитателей, представляющих 450 видов. Хищники, млекопитающие, копытные приматы, экзотические птицы и рыбы. За таким количеством питомцев ухаживает 200 человек. Коллекция зоологического парка постоянно обновляется. Перед Новым годом сюда из Перми приехал амурский тигр. Его назвали Урман. Ему полтора года, он весит 250 килограммов, спокойный и уравновешенный, потому что знает. Ежедневно ему гарантировано 12 килограммов мяса. Его также ждут три красавицы-самки. Урману предстоит ответственная задача стать основателем новой линии. В 2012 году нам исполняется 75 лет. И поэтому с первого дня своего открытия Алматин зоопарк был, как говорится, вторым номером. Мы первые животных получали именно с московского зоопарка. Но сейчас по видовому разнообразию мы примерно равны. Потому что сам природный ландшафт Алматинского зоопарка, его климатическая зона позволяет здесь животным практически в условиях приближенных к природным воспроизводить потомство, комфортно жить и процветать. Из Красноярского заповедника в Алматы привезли пару молодых рисей. Имен еще не придумали. По традиции животных называют после того, как они адаптируются и окрепнут. Но уже сейчас все кисточки на ушках по своей фактурности конкурируют с леопардами и являются настоящим украшением алматинского зоопарка. Из того же Красноярска этапировали парочку благородных оленей. Им около двух лет. Потомство дают с трех. А пока боятся и стесняются. Но самым застенчивым новоселом оказался носорог. Он родом из ЮАР. По словам сотрудников, пуглив, агрессивен и неоднозначен. Что при его весе в 3,5 тонны может стать серьезной проблемой. Причем не его. Потому и не попал в камеру. Животное, прибывшее издалека, как всегда, испытывает большой стресс при транспортировке, отлове и доставке. И у нас есть в обязательном порядке карантинный режим месячный, в течение которого животное приходит в норму. Оно привыкает к новому рациону, воде, запахам и вольеру. Белый снег и черные птицы. Было интересно посмотреть, как они защищают свою территорию. Все три лебедя бесстрашно двинулись на камеры. Их историческая родина Австралия. В Казахстан попали из Сибири. А вот еще один новосел, черный кокоду из Франции. Если с ним заниматься, может разговаривать. Но пока эти любознательные, своенравные птицы пробивают клювом кирпич, дерево, металл. Все то, из чего сделана клетка. В ушедшем году в зоопарке родились более 40 особей. Белый як очень ласковый, требует внимания, пристает к маме, папе и сотрудникам. Ему долго придумывали имя. Люди предлагали тайсон, чингисхан, но назвали снежком. Здесь же родился лама. С такими ресницами малыш просто обречен стать всеобщим любимцем. За 75 лет в Алма-Атинском зоопарке многое изменилось, кроме одного. Это по-прежнему чудесный уголок живой природы в самом сердце огромного города. Нелли Лифенцева, Галым Шалабаев, Хабар, Алматы. В Аргентине стартовал самый престижный ралли-рейд – Дакар. Казахстанская команда «Астана», выступающая в классе грузовиков, после первого этапа заняла пятое место. Об этом и других событиях в спортивном выпуске «Галины Полевой». Начало престижной гонки «Дакар» удался казахстанскому экипажу. Стартовав с 32-й позиции, пилот «Астаны» Артур Ардавичус пришел к кинишу пятым. Он стал лучшим из гонщиков команды «КамАЗ-Мастер». Артур уступает победителю первого этапа «Марселю» в Анвлее 1 минуту и 16 секунд. В классе внедорожников лучшее время показал российский гонщик Леонид Новицкий. Среди мотоциклистов победу одержал Франциско Лопес Кантарда. К сожалению, на старте гонки произошла трагедия. На первом этапе ралли-рейда погиб мотогонщик Хорке Мартинес Буэра. Выставочный матч ежегодного турнира в столице Катара организаторы соревнований сделали сказочно красивым. В нем приняли участие посеянные под первым и вторым номером Роджер Фидерер и Рафаэль Надаль. Эти соревнования проводятся с 1993 года. Роджер Фидерер является действующим победителем. В основную сетку турнира есть шанс попасть и казахстанцу Андрею Голубеву. Накануне в квалификационном матче он обыграл представителя Тайпе Цунг Хуа Янга, а также нанес поражение Мохаммеду Гарибу из Кувейта. Прошедший 2011 год стал юбилейным для Вадима Псарева. Легендарный казахстанский тренер по греко-римской борьбе отпраздновал свое 75-летие. К юбилейной дате Национальный олимпийский комитет преподнес ветерану спорта золотой орден. А Федерация борьбы России подарила Вадиму Александровичу бронзовую нику. Именно так она оценила 16-летнюю работу Псарева на посту старшего тренера сборной СССР. Знаю, что труд мой не прошел даром, потому что традиции долго продолжались и продолжаются. Вот это стремление, вот эта ступенька, на которую мы вышли для наших тренеров и спортсменов, она преодолена, они как бы стоят на ней, только не упасть бы вниз, а подняться. Поэтому хочется все время чем-то помочь, как-то помочь. Среди звездных учеников Вадима Псарева двукратный олимпийский чемпион Валерий Рязанцев, неоднократный чемпион мира Анатолий Назаренко, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Бакулин, победитель Московской Олимпиады Жексалык Ушкемпиров и многие другие, всех не перечислит. Его ученики и подопечные в общей сложности завоевали 95 медалей на самых престижных соревнованиях, включая Олимпиады. 2012 год олимпийский. Борцы уже завоевали 9 путевок на игры в Лондон, говорит ветеран. Будем надеяться, что победные традиции продолжат молодые. Никаких новогодних каникул не предвидится для летающих лыжников. Они прыгали за день до Нового года и, можно сказать, влетели в 2012-е. Причем австриец Грегор Шлиренцауэр постарался упрочить свои позиции. Он выиграл первый этап и был лучшим на втором. В общем зачете Грегор упрочил свое преимущество над Кофлером до 22 очков. Галина Полевая, Хабар. До свидания.